Информационная безопасность и неприкосновенность жизни человека Одни из самых волнующих вопросов в современном мире Кодекс добросовестных практик обеспечивает выявление и предупреждение рисков вмешательства в частную жизнь Мировой и российский опыт показывает, что сегодня современные информационно-телекоммуникационные технологии могут нанести реальную угрозу нарушения прав и свобод граждан, безопасности государства и общества Есть 152-й федеральный закон, который говорит о защите персональных данных Это закон федеральный, поэтому мы его все обязаны исполнять Но очень часто по незнанию, ну самое главное по незнанию, люди раскрывают свои персональные данные И потом пишут свои жалобы в Роскомнадзор Церемония подписания кодекса состоялась в региональном пресс-центре Организатор мероприятия – региональное отделение Роскомнадзора при участии в управлении информационной политики администрации Ульяновской области На сегодняшний день кодекс подписали ведущие операторы мобильной связи, страховые компании и образовательные учреждения В любой день, в любое время люди могут прийти, присоединиться к подписанию данного кодекса Пусть это послужит хотя бы маленькой толикой того, что люди приняли решение обратить на существующие проблемы Подписывая кодекс, заинтересованные стороны заявляют о своей готовности к обеспечению безопасного информационного пространства в сети интернет Кодекс призван помочь гражданам, органам государственной власти и бизнес-сообществу защитить права неприкосновенности частной жизни Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова